Сегодня для всех украинцев, все украинцы, без исключения, где бы мы ни жили, в Украине, за пределами Украины, нам больно. Мы испытываем боль из-за того, что происходит в нашей стране. Буквально вчера я прочитал пост моего друга, многие из вас его знают, Олег Костюк. Он выставил фотографию, они поехали вместе с женой в Черновцы, сможем мы увидеть эти фотографии на экране. Буквально вот на следующую субботу они должны быть у нас в Пакене, в общине, он должен проповедовать. Я ему звоню, ну как, когда вы прилетаете, какой у вас график? Он говорит, слушай, нет еще графика, мы прямо сейчас вылетаем в Украину, летим, везем там медикаменты, везем. Ну, жена его супруга работает в медицинской сфере, везем помощь, которая нужна. Не знаю, или у меня получится туда попасть, потому что переживает, выпустят его из Украины, не выпустят, но выпустят. Поэтому он смог попасть в Украину, в Черновцы, Буковинская конференция, и он смог попасть в лагерь, который принадлежит нашей конференции. А там сейчас в лагере много деток, деток, которые были переселены из Южноукраинска, из Николаева, из Первомайска, из детдома. И вот он рассказал вот такую коротенькую историю про мальчика по имени Миша. Есть у нас эта фотография на экране? Есть. Вот вы видите Мишу. Миша 12 лет. Миша растет в детдоме. У Миши есть мама, у Миши есть папа. Но мама страдает алкоголизмом и наркотической зависимостью. Папа в Вооруженных силах Украины 7 лет Миша не видел своего уже отца. И вот война приходит к Мише прямо домой. Миша неоднократно убегал из дома, потому что дома было физическое насилие над ним. Он к 12 годам неоднократно уже ночевал на улице. И вот начинается война. Двое суток Миша и его друзья, еще 139 детей проходят в бомбоубежище. А потом говорят, что есть возможность выехать, есть возможность выбраться. И вот эти дети эвакуируются. На следующей фотографии там у нас видно автобусы или автобусная станция, где еще 139 детей в возрасте от 3 до 18 лет эвакуируются из Николаева, Южноукраинского, Первомайска. После того, как они уже провели две ночи в бомбоубежище. Миша рассказывает, что он жил с мамой. Мама страдает алкоголизмом, наркоманией. Отца он не видел уже 7 лет. Мама его часто избивала. Он убегал из дому в целях собственной безопасности. Ночевал под мостами, ночевал на улице. А чем он питался? Ну, а чем он мог питаться? Мивина, еще что-то. С гастритом попадает в больницу. В больнице узнают о тех обстоятельствах, в которых он находится, и власти передают его в детдом. Он говорит о том, что когда его эвакуировали автобусами, за ними ехало несколько машин с воспитателями. По машинам открыли огонь. Трое из пяти воспитателей, включая учительницу Миши, расстреляли. Ребенку 12 лет. В 12 лет он уже знает, что такое быть бездонным. Он уже знает, что такое наркотики, что такое алкоголь, к чему это приводит. Он уже видел смерть своими глазами. Он убегает и надеется на то, чтобы он мог выжить. Сегодняшняя тема нашей проповеди – война. Где Бог? Вот христиане, они утверждают, что Бог, Он всемогущ, Он всезнающий, и Он любящий. Ну, как это может быть? Вот для многих атеистов это… Ну, вы сами себе противоречите. Ну, как вы можете говорить, что Бог любит, Бог все знает наперед, Бог все может? Ну, а где тогда ваш Бог, когда вот такие дети страдают? Ну, чем Он заслужил? Он не националист. Я более чем уверен, Он разговаривает на русском языке. Он ребенок. Где Бог? Вот я представляю, если бы я сидел перед этим Мишей, и он бы мне задал вопрос. Пастор, а где Бог? Почему Он не вмешается в эту ситуацию? Скажите, это насущный вопрос для нас сегодня или нет? Да, и, к сожалению, зачастую христиане как-то избегают ответа, прямого ответа на этот вопрос. А они, христиане, для них это один из главных доказательств того, что, ну вот видите, ну не может быть тогда Бога. Он просто-напросто не существует. Это вопрос не новый вопрос. Это вопрос, который существовал уже на протяжении десятилетий или даже, можно сказать, тысячелетий. Есть у нас фотография с надписью из концлагеря, с надписью на стене, надписью на немецком языке. И вот там написано, если перевести на русский, если есть Бог, то Он должен просить у меня прощения. Эта фраза была вырезана на стенах тюремной камеры концлагеря Маутхаузен в Австрии. Хотя авторство неизвестно, слова этого заключенного имеют значительный вес. Потому что жертвы Холокоста столкнулись с очень сильным испытанием веры. Будучи евреями, они верят в единого Бога. Они верят в то, что Бог всеведущ, Он всесущ, Он всезнающий и Он всеблаг. А как эти вещи между собой объединить, вот это непонятно. Потому что если Бог знает все наперед, то Он наверняка знал о смерти 11 миллионов людей, которых убивали только за то, что ты родился от родителей евреев. И все. Другой причины, почему их убивать не было. Если бы Он действительно был всемогущим, всесильным и любящим, такого бы не произошло, говорили эти люди. Буквально сегодня утром я пытался найти еще раз эту цитату, чтобы найти вот эту фотографию. И на форуме человек, который опять же поднимает эту цитату, он говорит, ну вот видите, Бога нет. И что можно ответить человеку, который написал эту надпись? Самое лучшее, что можно сделать, это просто молчать. Ничего не говорить ни о каком Боге. Но я не согласен. И Библия не согласна с такой постановкой вопроса. Вопрос не новый, вопрос, который задавали еще пророки в Ветхом Завете. Пророк Аввакум в первой главе. Со второго стиха, смотрите, какие слова пишет пророк Аввакум. Со второго стиха первой главы. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Я буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь». Когда началась эта война, мы точно так же, как и вы, церковью пытались как-то понять, как мы можем помочь. Собирали средства. Я звонил знакомым пасторам, служителям, которые находятся в Украине. И вот я звоню в Днепропетровск. Там есть такая сестра наша, Инна Кампин. Она занимается вот как раз этими вопросами. Помощи людям, обездоленным. Особенно сейчас, когда война, когда переселенцы, когда беженцы, когда нужно помогать, когда нужно давать ночлег. И вот я просто звоню, спрашиваю, как у вас дела, и в чем вы нуждаетесь? Какая нужна помощь? Она говорит, мы сейчас все вместе, всем офисом читаем, вот особенно первую главу книги Аввакома. «Потому что мы видим насилие, мы молим, мы взываем». Вы читаете слова «Доколе я буду взывать, а Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство, насилие предо мною, восстает вражда и поднимается раздор». Аввакома, ну просто его изнутри разрывает. Вот та боль, которую он переживает. Он видит насилие, он видит вражду, он взывает к Богу. А слышит он ответ от Бога или нет? Но пока из того, что мы читаем здесь, он не слышит этого ответа. И он в таком недоумении взывает к Господу, говорит, Господи, почему так происходит? От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. «Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Авваком видит, как нечестивые одолевают праведных. Авваком, как верующий человек, он молится Господу, говорит, Господи, вмешайся, сделай что-то. А никакого вмешательства и ответа не видит. Авваком молит и говорит, Господи, доколе это все будет происходить? Он пытается понять то, что наверняка сегодня пытаются понять очень многие украинцы. Почему так происходит? Где Бог? Это непростой вопрос. Встречаясь с разными людьми из Украины, из России, из других стран Советского Союза, некоторые люди говорят, да, просто обнеговорите об этом. Сейчас не время об этом говорить, потому что непонятно, кто виноват, кто прав. Время все покажет. Сейчас нужно просто об этом молчать. Потом будем говорить. Я объясняю, друзья, я тут не призываю никого ни за Зеленского голосовать, ни за Порошенко. Мы говорим о том, что насильство, убийство, смерть, дома разрушены, люди потеряли жилье, дети вот так вот ночуют под мостами, прячутся от бомб. Как об этом можно молчать? Как можно ничего не говорить об этом? Это сложный вопрос. Вопрос, но сложный, на который все-таки Библия отдает ответ. Итак, наш вопрос сегодня – война. Где Бог? Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, мы отправимся в самое начало книги Библии, в книгу бытия и посмотрим, как было все тогда, когда все было по плану Божьему. Когда все было только так, как желал того Бог. Книга бытия, первая глава, и мы будем читать с 9 по 12 стих. Что мы находим в книге бытия в первой главе? Какая там история? История чего? История творения, когда Бог творил землю, и все было по плану Божьему. Мы читаем 9 стих первой главы книги бытия, следующие слова. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и доявится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это как? Это хорошо. Не бойтесь, тут несложно у нас вопросы сейчас будут. Дальше мы читаем следующий стих, стих 12, с 11, прошу прощения. Сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя породу его. И увидел Бог, что это? Что это хорошо. И вот я не буду вас долго мучить, мы дальше читаем, например, 18 стих, как Господь творит светило. Одно для того, чтобы управлять днем, и другое для того, чтобы управлять ночью, отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что и это хорошо. Когда мы читаем историю творения, мы находим определенную закономерность, последовательность. Одно и то же повторяется каждый день. Что именно? Бог творит, и в конце дня Он подводит резюме, Он подводит итог, и говорит, что все было хорошо. Так или нет? Вы еще здесь, братья и сестры. Давайте прочитаем 31 стих. Давайте, можем мы его все вместе прочитать? Это для нас очень важный стих, и это поможет нам немножечко пробудиться. Все вместе читаем. И увидел Бог все, что Он создал. И вот все вместе. Хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Не удалось нам пробудиться. Бог творит, и в итоге Своего творения Он говорит, что все было хорошо и хорошо весьма. Было ли что-то плохо на земле? Нет. Может, можем ли мы сегодня сказать, что сегодня тоже все хорошо и хорошо весьма? Нет. А что же произошло? Почему не хорошо? Тогда было хорошо и было хорошо весьма. Никто не страдал, не было войны, не было горя, не было голода, не было скитаний. Почему? Что произошло? Иисус дает нам ответ на этот вопрос в Евангелии от Матфея. В Евангелии, 13 глава, Иисус рассказывает притчу. Притчу о сеятеле, который вышел сеять семя. И когда этот сеятель сеял, он посеял хорошее семя на поле своем. Мы читаем с 24 стиха следующие слова. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 стиха. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей, плевелой и ушел». Какое семя посеял владелец этого поля, хозяин? Он посеял хорошее, доброе семя. Но потом пришел кто? Пришел враг. И враг посеял злое семя или плохое семя. Смотрите, кому выставляются претензии на этот счет. То есть, через время выросла не только пшеница, но выросли и плевелы. И претензии представляются. 27 стих. «Когда же рабы домовладыки сказали ему, придя, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Вот уловите вот эту мысль. Я понимаю, мы сейчас так отвлечены, немножечко расслаблены. Когда Бог создал, все было хорошо. Претензий никто Богу не выставлял. Мы пропустили немножечко, потом мы смотрим проповеди, притчу Иисуса Христа. В этой притче Христос рассказывает, «Царство Небесное подобно человеку, который посеял доброе семя на поле свое». Но потом, когда все люди спали, пришел враг и посеял плевелы. Но когда плевелы взошли, кому люди пришли с претензией, почему тут плевелы на поле? Кому люди пришли? Кому выставляют претензии? Тому, кто посеял плевелы или тому, кто посеял пшеницу? Эти претензии выставляют хозяину поля, тому, кто посеял пшеницу, который не сеял ничего плохого. Но люди задают вопрос, «А откуда же? Откуда это зло? Откуда это плохое на нашем поле?» И вот смотрите, какой ответ он дает, или что он говорит в ответ. Он сказал им в ответ, 28 стих, «Враг, человек, сделал это». Он не говорит, «Ну, вы знаете, когда я сел, у меня там семя было, но не самое лучшее». Он не говорит, «Ну, когда я сел, там я не досмотрел, не доглядел, простите». Нет, он говорит, «Это сделал враг». Может быть, мы эту историю как-то за уши натягиваем под нашу ситуацию. Эта притча, ну, мало ли, что она может означать. Давайте посмотрим, что говорит Христос, как Он изъясняет эту притчу с 36 стиха этой же главы. «Тогда Иисус, распустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики Его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть кто?» Сын человеческий. Поле есть что? На следующем слайде. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – это чьи сыны? Это сыны лукавого. Кто же этот лукавый? Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончиновека, жнецы – суть ангела. Смотрите, какой ответ дает нам Христос. Он говорит, что не я ответственный за то зло, которое есть. Я ответственный за сынов царствия, я ответственный за доброе, но есть дьявол. И мы, как адвентисты, мы хорошо знаем это, и мы говорим об этом. Возникает другой вопрос. А где взялся этот дьявол? А кто создал этого дьявола? Откуда он появился? Вот люди задают вопрос. А кто дьявола создал? Бог. Ну, тут вот хитрый такой вопрос, потому что, когда Бог создавал, он дьявола создал или не дьявола? Мы можем сказать, он создал ангела, совершенного ангела, да, Люцифера. А он уже выбрал стать дьяволом. Но другой вопрос, ну, у вас Бог, он все знает или нет наперед? Он знает конец от начала или не знает? Знает. Бог знал, что вот этот Люцифер, совершенный ангел, херувим осеняющий, печать совершенства. Знал ли Бог, что этот Люцифер станет дьяволом? Знал или не знал? Знал. И все равно создал? А как тогда? Тогда кто виноват? Ну, вот вы и говорите, ну, во всем виноват дьявол. Ну, это понятно. А дьявол где взялся? И вот тут зачастую нас загоняют в какой-то такой угол, из которого тяжело выбраться. Как ответить на этот вопрос? Пророк Иезекииль, пророк Исаия, они недоумевают. Как такое могло произойти? Мы прочитаем из книги пророка Исаия, 14 главы, вот эту историю падения. Книга пророка Исаия, 14 глава, с 12 стиха. Исаия недоумевает. Он говорит, как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю попиравшей народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Итак, мы говорим, Бог создал ангела, идеального ангела, но внутри, в сердце этого ангела, зародилось желание воссесть на престол Божий, стать как Бог, управлять всем, и поэтому Он встает тем, кем Он встает. Но вопрос у нас в другом, но если Бог знал, ну зачем Его было создавать? Более того, если уже переходить на то, что произошло здесь, на земле, когда Бог создал Адама и Еву, Он их создал какими? Совершенными или порочными, с каким-то недостатком? Совершенными. Но Бог садит посреди этого сада, Эдемского, садит еще одно дерево. Помните, как оно называлось? Дерево познания добра и зла. И вот у нас вопрос, зачем? Вот просто не посадит это дерево, и все, и было бы все хорошо. Зачем это дерево? Бог знал, что Адам и Ева согрешат, или не знал? Знал. И все равно садит это дерево. И вот мы подходим к кульминационному вопросу. Зачем? Вот мне люди задают вопрос, ну вот есть ли у тебя ребенок? Ты любишь своего ребенка? Люблю. Ну вот представьте, у нас здесь провода будут оголенные, я не знаю, колодец у нас выкопан, яма большая. И мы детям скажем, вот видишь те провода? Вот просто не бери их в руки. Или видишь колодец? Вот не подходи к нему, потому что когда упадешь в этот колодец, умрешь смертью. Ответственно было бы это с нашей стороны, как родителей или взрослых, вот так вот сделать или поступить. Да? Вы плохие родители. Нет, и мы ограждаем детей, и мы, если видим какую-то опасность, мы это предвидим. Идет туда, сейчас наступит, сейчас разольет, или в лужу зайдет, или прыгнет. А не дай Бог какой-то обрыв, или скала. Ну мы не пускаем туда детей, мы не говорим, ну там скала, ну смотри, как бы сам, если пойдешь, то разобьешься. Нет, мы их ограждаем. Люди из этого вопросов, ну а почему Бог, когда Ева тянула руку, не дал по руке? Не натянул колючую проволоку, там какой-то ров глубокий. Было бы себе это дерево, пускай бы было, лишь бы его никто не трогал. Ответ на этот вопрос мы находим в первом послании Иоанна. Вы все знаете этот стих, 4 глава, 8 стих. Там написано, Бог есть, продолжите. Вот вы боитесь это слово сказать? Бог есть любовь. А при чем тут одно к другому? При чем тут Бог есть любовь и дерево познания добра и зла? При чем тут Бог есть любовь и создание Люцифера? Дело в том, что любовь, она предполагает нечто. Любовь, для того, чтобы она была настоящей любовью, она предполагает выбор. Вот если человеку не дать выбор, то любовь, она невозможна. Объясню это на нескольких примерах. В 2008 году на реке Южный Буг в городе Винец я сделал предложение своей, ну на тот момент, будущей супруге. Я переживал, я молился, я даже, я ей кольцо не дарил, а я ей подарил Библию. И Библию было подписано Юлия и фамилия Остапенко. Ну и Библию, кольцо можно выбросить, можно не взять, но Библию не выбросишь. Но думаю, ну если она ее возьмет, значит она готова быть Юлией Остапенко. Если не возьмет, ну отдаст мне ее назад. Но Библию, я думал, сложнее отдать, чем кольцо не взять. То есть я все со своей стороны сделал, для того, чтобы она сказала да. И когда она сказала да, я так радовался, вы просто не можете себе представить. А почему я радовался? Что тут такого? Сказала да и сказала. Сказала бы нет, но сказала и нет. Почему я радовался? Потому что я ее любил, и потому что я хотел услышать в ответ любовь. Невозможно достать пистолет, приложить к виску и сказать, выйдешь за меня замуж. Она говорит да, и ты радуешься, большая радость. Да или нет? Нет, если ты пистолет к виску представил, это не будет большой радостью. У нее нет выбора. А какой у нее выбор? Да или умери? Но это не выбор. Для того, чтобы была любовь, нужен выбор. Если ты заставляешь кого-то любить, знаете, как мы это называем? Мы называем это насилие. Когда ты заставляешь кого-то любить. И вот поэтому, когда Бог творил Люцифера, когда Бог творил Адама и Еву, он... Но если он хочет испытать любовь в ответ, он обязан наделить создаваемых существ свободой выбора. Другой вариант, вот я вам сейчас покажу какой. Вот у меня есть телефон. Я вам уже говорил, что мне приятно, когда мне говорят, что меня любят. Вам наверняка тоже приятно. И вот я запрограммировал свой телефон. Я могу всякий раз, когда хочу услышать, что меня кто-то любит, я могу... Славик, я тебя люблю. Слышите? Телефон говорит моим голосом. Славик, я тебя люблю. Как вы думаете, мне стало в два раза легче после вот этих двух признаний в любви? Да или нет? Если стало легче, то это нужно уже отправляться в психиатрическую лечебницу. И там, чтобы занимались врачи. Но телефон же сказал. Но почему не греет эти слова душу? Но я могу записать чей-то другой голос. Женский голос, мужской голос. Но не греет оно душу. Почему? Знаете почему? Это машина, у него нет выбора. Не бывает такого, чтобы я сказал, позвони Василию. А Сирия ответила, не хочу. Давай не сегодня, давай завтра утром позвоним. Нет у меня настроения, нет желания. Вот не бывает такого. Это машина, это компьютер, это робот, это телефон. Вот как угодно называйте. И когда Бог творил, у него выбор. Можно создать роботов, которые будут все делать в точности, как скажешь. Соблюдать все заповеди, все повеления. Будут поклоняться, будут читать, будут молиться. Все будут делать. Будут приходить и говорить, я тебя люблю. Но Бог понимает, что это все, это будет фарс. Это будет какая-то подделка. Это не будет настоящая любовь. Ему не нужно такого. Бог желает настоящую любовь получить в ответ на свою любовь. Но для того, чтобы эта настоящая любовь была возможной, нужно, чтобы был выбор. Чтобы человек или ангел мог сказать, нет, я не хочу. Или наоборот сказать, да, я хочу. Именно поэтому мы любим своих деток. Они любят нас. Но всегда ли дети рады нас видеть? Всегда ли такое, что ребенок бежит навстречу? Зачастую, я надеюсь, бежит навстречу. Я прихожу домой, у меня вот особенно двое младших деток, они еще маленькие, 2-4 года, они бегут навстречу. Они так рады, они счастливы, они обнимают на перегонки. А другой раз я прихожу, они там чем-то заняты. Я говорю, иди к папе. Она разворачивается и уходит. И я могу догнать, взять к себе, прижать. Это не будет любовь. Вот в этом-то и заключается любовь, что у человека есть свобода выбора. Именно поэтому Бог наделил Люцифера свободой выбора, а потом и Адама и Еву. Бог предупредил о том, к чему повлечет выбор, который не нужно делать. Адам и Ева сделали этот выбор. Но вопрос остается, а где Бог? Почему Он позволяет нам страдать в этом мире? Илли Уизл, американский писатель, родившийся в Румынии, профессор, лауреат Нобелевской премии, был человеком, который пережил Холокост во время Второй мировой войны. Он еврей. Он написал книгу под названием на английском языке «Найт» или «Ночь». И вот послушайте небольшой урывок из этой книги. Эсэсовцы казались более озабоченными и обеспокоенными, чем обычно. Повесить ребенка на глазах у тысяч зевак было делом немалым. Начальник лагеря зачитал приговор. Все взгляды были прикованы к ребенку. Он был бледен, почти спокоен, но кусал губы, стоя в тени виселицы. На этот раз лагеркапа отказался выступить в роли палача. Его место заняли три эсэсовца. Трое осужденных встали на стулья. В унисон петли были надеты на их шеи. «Да здравствует свобода!» закричало двое мужчин. Но мальчик молчал. «Где милостивый Бог? Где Он?» Спросил кто-то позади меня. По сигналу три стула опрокинулись, и полная тишина в лагере. Мы все склонили голову. Затем последовал марш мимо жертв. Двух мужчин уже не было в живых. Их языки свисали опухшие и синеватые. Но третья веревка еще шевелилась. Ребенок слишком легкий. Он еще дышал. И так он оставался более получаса, колеблясь между жизнью и смертью, корчащийся на наших глазах. И мы были вынуждены смотреть на Него с близкого расстояния. Он был еще жив, когда я проходил мимо Него. Его язык был все еще красным, а глаза еще не погасли. Позади себя я услышал тот же голос, спрашивающий, «Ради Бога, где же Бог?» И внутри себя я услышал голос в ответ, «Где Он?» Он висит на этой виселице. Когда мы встречаемся со смертью, с горем, с войною, со смертью детей, с насилием, у нас возникает вопрос, а где Бог? Где Бог находится? Почему Он это все не остановит, если это в Его силах? Если Он всемогущий, любящий, где Он? И в ответ на этот вопрос мы можем сказать одно – Бог, Он не в стороне. Бог, Он на кресте, умирает. Бог не остался в стороне. Поймите вот эту мысль. Богу не безразлично, что происходит на этой земле. И потому, что Богу не безразлично, Бог оставляет свою божественность, свою славу и приходит на эту землю и становится маленьким младенцем, которому даже нету роддома, где родиться. Он рождается в хлеву. А потом его родители становятся беженцами, потому что на этого младенца открыли охоту. За его жизнью охотятся, его хотят убить. Ему еще двух лет от роду нету, а политик, правитель того времени отдает приказ убить всех младенцев. И вот этот ни в чем не виновный младенец, вместе с родителями, он убегает в чужую страну. Они беженцы, они прячутся там. Они не знают, что будет дальше. Их там никто не ждет. Там нету церкви, которая бы встретила. Там нету этого всего. И вот Бог это все переживает на личном опыте. Никто не может Богу сказать, ты не знаешь, что это такое. Ты это не проходил. Тебе придется у меня просить, если бы ты узнал, что я пережил. Потому что мы, как люди, мы видим, но страдают невинные дети. Господь знает, что значит быть ребенком и невинно страдать. Что значит убегать. Что значит прятаться. Что значит, даже уже будучи взрослым человеком, он говорит своим ученикам, птицы имеют гнезда, лисицы имеют норы, а сыну человеческому негде даже и голову преклонить. И потом, совершая служение, на протяжении трех с половиной лет, исцеляя, воскрешая, кормляя людей, благовествуя, люди против него восстали и кричали, освободи воравву, но этого распни. И мы Богу говорим, несправедливость, несправедливость, да Он знает лучше любого человека, живущего на земле, что такое несправедливость. Потому что, в отличие от нас, Он безгрешен, Он не сделал никакого зла, не было лести в устах Его, не было лукавства. Он на личном опыте познает, что такое предательство от своих же людей, от своих же учеников. И потом Его распинают. Распинают в буквальном смысле, знаете, кто? Вот кто забивал гвозди в Его руки? В буквальном смысле забивали римские солдаты, так или нет? А кем были римляне? Знаете, как, мне кажется, их иудеи называли? Они их называли оккупанты, потому что, ну, они к нам на нашу землю пришли. А Христос, ну, исцелял слуг таких оккупантов, воскрешал. И когда Его распяли, и люди кричали, если ты, Сын Божий, сойди с креста, или если ты кем-либо являешься, спаси себя самого. Знаете, что Христос говорил в ответ? Господи, прости им, ибо не знает, что делать. Бог не остался в стороне, чтобы видеть, как человечество погибает. Бог отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы начинали сегодня с книги Аввакума. Аввакум, у него был вопрос, и у него не было ответа. Он задавал вопрос, Господи, доколе я буду смотреть на это насилие, а Ты не слышишь? Доколе я буду взывать о беззаконии, а Ты не отвечаешь? И вот в первой главе у Аввакума множество вопросов, а ответов мало. Но во второй главе книги Аввакума, четвертом стихе, также можно прочитать, давайте со второго стиха прочитаем. «Отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». У Аввакума вопрос, Господи, почему это происходит? Сколько это терпеть? Сколько это ждать? И Господь отвечает Аввакуму и говорит Аввакум, запиши то, что я тебе сейчас скажу, чтобы читающий легко мог прочитать. В другом переводе, чтобы тот, кто бежит на коне, на ходу, он мог бы прочитать эти слова. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. Хотя бы и замедлило, жди его, непременно сбудется, не отменится. Чего ждать? Вот, душа надменная, что с ней происходит? Она не успокоится, а праведный, а праведный верою жив будет. Бог не дает всех ответов Аввакуму, но Бог говорит Аввакуму, Аввакум, ты должен верить. видение относится к отдаленному времени, оно сбудется, то, что я обещаю. Но пока праведный верою жив будет. Третья глава Аввакума, последняя глава, конец этой книги, заканчивается следующими словами, 16 стиха, «И услышал я». «И услышал я». Вот тут очень важный момент, Аввакум, он услышал Бога. Он говорит, «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, и при вести осем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть...» В каком состоянии? «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой...» Кто придет? Крабитель. Слышите, что Аввакум говорит? Говорит, «Я услышал Господа». А что должно произойти? Я задом наперед прочитаю этот стих. «Я должен быть спокоен в день бедствия?» Я должен быть спокоен, когда придет на народ мой грабитель. Когда Аввакум это услышал, когда мне говорят, «Да успокойтесь вы, все нормально, вы просто молчите, не говорите об этом, все пройдет, все нормально, успокойтесь». Я не могу успокоиться. Я не могу быть спокойным. И Аввакум говорит, что когда я это услышал, то во мне внутренность моя вострепетала. При вести осем губы задрожали, боль проникла в кости. Колеблется место подо мною. Но Аввакум дальше говорит следующие слова. Это конец книги. Он говорит, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслица изменила, и Нива не дала пищи, хотя бы не стало бы овец в загоне и рогатого скота в стойлах, пускай голод, пускай разруха, пускай разрушит все и вся, нету никакой надежды, но и тогда 18 стих говорит Аввакум, «Я буду радоваться о ком? О Господе, и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Аввакум говорит, вначале он молится, говорит, «Господи, насилие, жестокость, страдания». Господь говорит, «Я это все решу. Видение сбудется. Проблема греха, она будет решена, но нужно ждать. Праведный веру и жив будет». Аввакум говорит, «Я когда-то услышал, у меня все перевернулось. Мне больно видеть то страдание, которое переживает народ». Но Аввакум говорит одно, «Господь Бог моя сила». И даже если бы полная разруха, все бы завоевали, все сожгли, ничего не осталось, я и тогда буду надеяться на Господа». Аминь. Давайте мы помолимся. Господь наш и Бог, Господи, мы благодарны за то, что Ты есть свет наш и спасение наше. Давид говорит, «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Господь, мы благодарны сегодня за то, что мы знаем, что Ты рядом. Ты знаешь боль каждого человека. Ты знаешь боль братьев и сестер, у которых родные в Украине. Ты знаешь боль наших братьев и сестер в Украине, которые страдают, потому что разрушены дома, страдают, потому что война, страдают, потому что видят смерть, видят смерть близких людей. И потому, что Ты знаешь и любишь, Господи, Ты пришел в этот мир, чтобы дать нам жизнь вечную. Дай нам, Господи, ухватиться крепкую рукою за Тебя, что бы ни происходило в этом мире, как бы не выносили бы просто какое-либо основание из-под наших ног, дай нам всегда надеяться только на Тебя, ибо Ты наша защита, Ты наша опора, Ты наша надежда. Мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас, и Ты желаешь лучшего для каждого из нас. И даже самое плохое в нашей жизни Ты можешь обратить и во благо. Мы верим в это, мы надеемся, мы благодарны. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь.